Здравствуйте! В эфире новостью Дмуртии в студии Марины Симонова и смотрите в этом выпуске. Здравоохранение получит дополнительную финансовую поддержку. Госсовет и правительство обсудили проект бюджета на следующий год. Бережливые технологии. Сколько еще предприятий заявилось на участие в национальном проекте повышения производительности труда. И серебро в общекомандном зачете. Школьники Удмуртии получили награды на первых международных инклюзивных играх. 500 миллионов рублей будет направлено в следующем году из бюджета республики на ремонт медицинских учреждений. Проекта главного финансового документа обсудили на совместном заседании двух президиумов правительства и госсовета. Так, ко второму чтению увеличены расходы по основным направлениям. Социальному блоку, капитальное строительство и кабинет министров согласился с предложением депутатов уделить больше внимания сфере здравоохранения. Сейчас уже ведется работа по формированию графиков производства работ. И кроме того, коллеги из государственного совета нашей республики выступили с инициативой обратиться в правительство Российской Федерации с тем, чтобы программа по капитальному ремонту объектов здравоохранения была на федеральном уровне запущена точно так же, как и программа по капитальному ремонту объектов образования. Осталось как-то незамеченным объекты здравоохранения, которые у нас на территории ФАПы сделали, отремонтировали. Но вот больницы, центральные районные больницы и другие учреждения требуют, конечно же, ремонта. Поэтому мы вышли с предложением пока поддержать за счет бюджета Удморской Республики, начать ремонт уже объектов здравоохранения, а также выйти с обращением на уровень правительства Российской Федерации о том, чтобы этот проект тоже нашел отражение в федеральной программе. Все внесенные в проект бюджета поправки депутаты рассмотрят 14 декабря на сессии. Удмуртия стала одним из лидеров в стране по реализации нацпроекта. Производительность труда, в нем уже участвуют более полусотни предприятий республики, а в ближайшее время может стать еще больше. Подробности расскажут наши журналисты. Трудно представить, но пару лет назад именно здесь сделали порядка 250 тысяч кресел для шести крупнейших аренд страны, на которых проходил чемпионат мира по футболу. Бороться за такие крупные контракты на ижевском предприятии не боятся, но понимают. Надо повышать производительность труда. Полгода назад стали участниками одноименной программы. Мы же частная компания, у нас нет денег, которые бы нам просто давали и говорили, ребята, берите сколько пользуются, сколько вам нужно, стройте цеха и прочее. Нет, у нас ресурсы ограниченные, мы деньги зарабатываем сами. Поэтому в первую очередь нас интересовала программа, которая позволяет за минимальные деньги добиваться результатов. Решения, которые здесь подсказали эксперты, несложные. В сборочном цехе сделали перестановку так, чтобы рабочим было удобно перемещаться, обустроили по-новому рабочие места, для личного комфорта предложили установить душевую. У нас была разобщенность цехов, то есть мы проходили через улицу раньше, да. То есть сейчас мы сделали вот проем между цехами. То есть люди, во-первых, сейчас ходят уже непосредственно не по улице. То есть это и здоровье, и безопасность, гололед, могут упасть и простудиться. То есть это все, мы сейчас от этого всего ушли. Аккуратно рассортировали все используемые в работе материалы. Теперь на их поиск не тратят драгоценное время. В стороне не остались и сотрудники. Андрей Букреев сам спроектировал и собрал для слесаря вот такое рабочее место. Эксперты называют его «принцип кайдзен», а Андрей просто порядком. Когда начали вводить нам эту систему, мы как бы посмотрел на занятиях, там показали примерно. Ну и я всегда стремился сам к порядку, в принципе. Я люблю порядок. И поэтому вот пришла мысль, думаю, надо что-то улучшить. И решил, так подумал, что собрать весь инструмент в одно место, и чтобы это все было удобно и под рукой. Специалисты регионального центра компетенции подсчитали, за полгода на предприятии удалось уменьшить количество перемещений на 900 метров. В половину снизить объем незавершенного процесса, но самое главное – снизить время сборки. Если раньше мы могли собирать 200 кресел за смену, сегодня мы можем собирать 300 кресел в сутки с меньшим количеством сотрудников. То есть раньше это делали 19 человек, сегодня мы видим, что данное количество сотрудников у нас 12. Это предприятие стало 51-м по счету в Удмуртии, завершившим первый этап реализации нацпроекта «Производительность труда». Всего в нем будет задействовано больше сотни компаний. Нам подтвердили плюс 21 предприятие для включения в национальный проект, но то, что будет обеспечено федеральным финансированием, а это фактически на третье от первоначального плана. А первые участники проекта сегодня уже самостоятельно продолжают внедрять технологии бережливого производства, тем самым еще больше повышают производительность труда на своих предприятиях. Петр Завьялов, Альбина Валикжанина, Павел Яскин. Новости. В помещениях будущего театра юного зрителя начались отделочные работы. Напомню, ТЮЗ обустраивают в левом крыле здания Русского драматического театра. Сдать объект должны в сентябре следующего года. Но подготовка репертуара уже началась. Первый спектакль для ТЮЗа артисты Русского драматического театра собираются показать на своей сцене уже в феврале. Мы пока будем играть в формате на сцене. То есть зрители на сцене, актеры на сцене. Просто вот тут ряды выговораживаются. Чтобы такую вот площадку сымитировать, похожую на то, что будет там, небольшую сцену. В новом театре юного зрителя сцена будет представлять из себя трансформер. Зал рассчитан на 170 мест. Его можно будет использовать для постановок малой формы, камерных проектов и творческих лабораторий. Школьники из Удмуртии отлично выступили на первых международных детских инклюзивных играх. Они прошли в Хабаровске в режиме онлайн. Нашу республику представляли 13 подростков. И 9 из них стали победителями и призерами. С героями игр встретился наш корреспондент Дмитрий Вороновнин. Этот звездный дуэт оправдывает свое название. Десятилетняя Злата Звезднева – особенный ребенок. Она чемпионка России по танцам на колясках. А ее сестра Софья – чемпионка Удмуртии по художественной гимнастике. Девочки – воспитанница студии танца «Бродвей Инклюзив», в котором бок о бок занимаются здоровые и особенные дети. Звездный час «Сестер Звездневых» прогремел на первых международных детских инклюзивных играх. Юные живчанки заняли первое место в номинации «Хореографическое искусство». Занятие танцами мне дает уверенность в жизни. Я хочу быть известной артисткой. Нам нравится выступать на публике, когда у нас есть зрители. Мне дают счастье и сразу становится хорошо. А вот 15-летний живчанин Антон Пономарев был признан лучшим особенным тележурналистом. У Антона проблемы со зрением. Он воспитанник Центра поддержки творческих инициатив «Журовейник». Взрослые помогают ему создавать собственные телепроекты. С одним из них он и выступил на международных инклюзивных играх. Героем нашим стал Алексей Эдуардович Самолетов, военный корреспондент телеканала «Звезда». Очень хорошее у нас с ним интервью получилось, очень душевное. И привез оттуда золото. Всего на международных инклюзивных играх, которые проходили в онлайн формате, участвовали 13 школьников из Удмуртии. 9 из них стали победителями и призерами. Упечатлен, что вы люди с безграничными возможностями. И на самом деле у вас стоит поучиться не только трудолюбию и упорству, но и им двери в себя. Вы соревновались с тысячей сверстников из многих регионов России и пяти стран мира. Это говорит о том, что конкуренция была настоящая и очень серьезная. Ваши участия в победе честно, очень важны для нас, для каждого жителя республики. Школьники из Удмуртии победили в номинациях музыкальное и изобразительное искусство, художественное слово, жестовая песня и инструментальное исполнительство. В общем медальном зачете наши подростки заняли второе место, уступив лишь хозяевам игр, хабаровчанам. Дмитрий Вороновин, Юрий Зелененький, новости. Энергетики назвали победителей осеннего марафона. Это акция, которая проводится в республике, чтобы повысить платежную дисциплину среди потребителей коммунальных ресурсов. В ней участвуют все, кто вовремя оплачивает счета за потребленные ресурсы. И таких становится все больше. Светлана Буланова продолжит. Акция «Осенний марафон» — мероприятие традиционное. В нем участвуют все жители республики, которые своевременно оплачивают коммунальные счета от компаний «Энергосбуд плюс» и не имеют долгов по лицевым счетам. В этом году таких более 358 тысяч. Это на 34 тысячи больше, чем в прошлом году. Данная акция является ежегодной и направлена на повышение платежной дисциплины наших клиентов, физических лиц. «Осенний марафон» стартовал в республике 1 сентября и длился в течение двух месяцев. За это время участники акции оплатили за потребленные ресурсы более 1 миллиарда рублей, в том числе 54 миллиона рублей за просроченную задолженность. Среди жителей Удмуртии, не имеющих просроченной задолженности, и своевременно оплативших счета за август и сентябрь, разыграли ценные призы и подарки. А тем, кто имел долги, но оплатил их до 31 октября, компания списала на численные пени. Таких тоже набралось немало. Более 40 тысяч клиентов энергосбыта оплатили долги и пополнили ряды добросовестных плательщиков. Эти акции просто для того, чтобы поблагодарить наших клиентов, которые своевременно оплачивают, которые не задерживают платежи. Но есть те, кто забывают оплатить, и у них накапливаются пени, чтобы их как-то помочь им. Мы, соответственно, организуем эту акцию, когда эти пени погашаются, в случае, если клиент погасил платежи. Победителей определил генератор случайных чисел. За проведением розыгрыша следили общественные наблюдатели. Это обязательные условия акции. Призовом фонде – кофеварки, увлажнители воздуха, пылесосы, портативные колонки, электрогрили, отпариватели и подарочные сертификаты. Информация о победителе будет размещена на официальном сайте нашего филиала, а также в офисах продаж и обслуживания клиентов. Всего победителями акции стали 87 человек. Все они получат СМС-оповещение, а также специалисты энергосбыта сообщат им по телефону дополнительную информацию. Сергей Решетников – один из победителей осеннего марафона. Он майор внутренней службы. Уверен, справедливость и порядок должны быть во всем. Поэтому и платежную дисциплину соблюдает неукоснительно. Мы своевременно оплачиваем все коммунальные платежи, все сборы и налоги. Лучше всегда свои обязанности выполнять своевременно и не задерживаться, чтобы не накапливалось, как снежный ком. Ну и все-таки гражданская ответственность, она должна присутствовать у каждого человека в нашей стране. Сергей считает, что станет участником и новой акции от энергосбыта. Новый год без долгов, который идет до конца года. Не примут участие все жители республики, кто вовремя оплачивает коммунальные счета и оплатит предварительный платеж за декабрь. Светлана Буланова, Андрей Бусыгин. Новости. В Машге наградили победителей хоккейного турнира на Кубок Калашникова. Состязания проводятся уже несколько лет. В этом году в них участвовали более 70 команд со всей республики. Кому достался Кубок, расскажет Александр Демидов. Матч «Ижевск-Глазов» в последний период. «Ижевчане» пытаются штурмом взять ворота команды соперника. Но безуспешно «Глазовчане» ведут в счете. Первую шайбу забил «Глазовский форвар» Данил Карахаев. Получилось забить в первую. К сожалению, пропустили. Но потом отыгрались и победили. Сдержали. Натиск. Итог. 3-1 в пользу игроков Северной столицы. Это финал республиканского турнира по хоккею Кубок Калашникова. В этом году его участниками стали 76 команд из 5 городов и 19 районов республики. А потому победить на соревнованиях. Большая честь. Я, в общем, доволен с собой. Мы хорошо сыграли, заняли первое место. Все соперники хорошо играли. Было хорошее противостояние. Сложнее всего было это протерпеть последние 10-15 минут. Потому что соперники очень сильные. И это было сложно. Кубок Калашникова проводится четвертый год подряд по инициативе главы республики. Соревнования проходили в Откинске, Ижевске. А финал приняла недавно открытая Можга-арена. Это большая честь. Команды собрались очень сильные. Две команды были представлены из города Ижевска. Город Сарапов, город Глазов. И также в районы команды Увинская, Дебёвская, Кесская, Кизнерские команды и другие. И в целом матч довольно был серьезный. Ребята 2004-2005 годов рождения. Поэтому была жесткая борьба. Мы думаем, что мы продолжим сотрудничество и будем дальше на нашей территории проводить подобный кубок. Полторы тысячи пацанов каждый год в разных возрастных группах разыгрывают кубок Калашникова. Кстати, не только мальчики. Я увидел, сейчас еще девчонка играла за ребят, за команду из Ижевска. Точно проект получился, очень востребован. Вы видели, какая борьба была. Уже известно, что в будущем году хоккейный турнир на кубок Калашникова получит продолжение. Александр Демидов, Василий Хуфриков. Новости. И у меня на этом все. Оставайтесь на нашем канале. До встречи. Муксун, палтус, нерка, знаменитая дальневосточная корюшка и эксклюзивный продукт. Редкая деликатесная чавыча. Ежевчанин Анатолий Кожевников – постоянный покупатель этого вкусного магазина. Разнообразие тут очень большое, потому что в Ижевске такого купить невозможно. Либо это под заказ где-то чего-то, либо кому-то заказывать, кто в командировках на Дальнем Востоке. Все. А как по-другому? У нас нет такой рыбы. На Ижевский прилавок камчатская рыба доставлена по ценам производителя. Это свежий улов. А особым, перед новогодним спросом, пользуется икра. Ее полезные свойства известны всем. Она натуральная. В составе только соль и никаких консервантов. У нас очень вкусная икра, слабосоленая, крупнозернистая. Очень большой выбор. Белорыбец, чавыча, чавыча холодного, слабосоленого. Смотрите, как она лосится. Это натуральный рыбий жир, омега-3, омега-6. Так необходимы нашему организму. В период простуд наш организм нуждается в витаминах, а рыба всегда считалась и считается одними из самых необходимых и полезных продуктов питания. В том, что это так, ижевские покупатели камчатской рыбы не сомневаются. Это полезно для здоровья. Мы рыбу-то такую не видим ведь. А вот это такая качественная рыба. Я всегда покупаю ее. Каждый раз приезжаю, когда приедут, и прихожу, покупаю. Чавычу взяла копченую и слабосоленую. К Новому году, конечно, эта рыба очень хорошая, и красивая, и вкусная. И есть с чем гостей принять, стол украсить. На прилавках также рыба слабосоленая, холодного и горячего копчения. При этом никакого жидкого дыма. Все приготовлено на натуральном сырье, коре дуба и ольхи, а также яблоневых ветках. Приобрести лакомство можно с 6 по 11 декабря включительно в магазине «Подарки» по адресу улица Горького, 164.